Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила, и вы на канале Yeti 2.0. И сегодня мы с вами поговорим про новинку от китайского ножевого бренда Q-Bay, моделька KU317. Вы знаете, что первое я сделал, когда получил вот эту коробку? Я сказал, неужто? Вы серьезно? Слава богу! И речь идет о том, что впервые на ножах Q-Bay я вижу наклейку с моделью, что вы хотя бы сможете объяснить своему другу или товарищу, что у вас, блин, за нож. И тут я вам могу сказать, что мы с вами живем в чудесное время, в потрясающее, когда любой человек, увлекающийся ножами, имея идею и будучи способным ее как-то аргументировать для производителей, может легко договориться о выпусках своего дизайна. Нож, который у меня в руках, является продуктом дизайна Sekiro Sochi. Это дружественный юнит, дружественный YouTube-канал. Значит, там ведущий Вадим, ссылочку на его канал и ролик про этот нож я оставлю в видео. Там вы сможете получше узнать, что для чего и как, почему делалось. Я вам расскажу только свои мысли относительно самого по себе ножа. Тут стоит сразу сказать, что Вадим имеет некое отношение к мореходству. Именно поэтому нож называется Sailor. Здесь есть якорь. И у него ярко выраженная форма боцманского ножа. Я вообще когда-то слышал такую мульку, что почему все боцманские ножи были такие, понятно, да, чтобы там себя не проткнуть, когда режешь паруса. Но я даже где-то слышал, что вот когда люди заходили на борт корабля, боцман проверял у всех ножей. И у кого были острые кончики, он прям брал и ломал для того, чтобы по синьке, по дромам друг друга не заштыряли. Это скорее такой прям вспомогательный рабочий нож, потому что тут вам и толщина обуха, тут вам и ухватистость рукояти, при этом глубокая клипса. И что мне нравится, разбирается все одной битой. Но обо всем по порядку. Тут хочу сразу сказать, что нож производится достаточно в обширном количестве различных цветов и всяких разных вариаций. Сталь у них у всех одна. Ну а о характеристиках давайте поговорим детально. Цвет обалденный, но жутко маркий. Прям жутко, жутко марки. Это, ну в принципе, не беда конкретно вот этого G10. В принципе, всех G10. Нож достаточно тяжелый. 140 грамм. 105 миллиметров длины рукояти. 15 в самом толстом месте. Очень хорошо внутри облегченные лайнера. Лайнера достаточно толстые. 1,4 миллиметра. С керамическим шаром детента. С керамическими шарами в оси. Вот такая вот форма. Чисто боцманский нож. Присутствует клипса. Клипса, переставляемая на противоположную сторону. Вот здесь вот есть паз. Что клипса у нас устанавливается между лайнером и накладкой изнутри. И прокручивается насквозь вот этих бонок. На кармане нож располагается удобно. Относительно темлячного отверстия здесь вот есть дополнительный штифт. Честно сказать, я не понимаю, зачем он, когда есть две бонки и там дофига места. Можно привязать хоть за эту, хоть за эту. Зачем сделать еще вот здесь вот сбоку еще один штифт, лишнюю деталь. Вот это я немножко не понял. Ну, как бы есть и пусть будет. Но вот реально, ну, как бы я не понял, зачем это сделано. Это флиппер. Вот так вот сидит в руке. Клиночек у нас вполне себе DC-шный. 78 миллиметров. 72 из них полезных. 4 миллиметра в обухе. Сталь АУС-10А. Вот здесь у нас написано. И твердость 59,61 единица. Сведение равномерно 0,4. Сам не точил. Но, собственно, спрашивал у Секиры Сочи. Он сказал, что получилось 20 на сторону. Прямо с завода. Радует, что все разбирается одной битой, восьмеркой. И это 27 миллиметров ширины. И из них 20 это прямой спуск. Что за покрытие, я ответить затрудняюсь. Но предположу, что это какая-то очередная краска. При этом она матовая, шершавенькая такая. На ней очень сильно остаются следы. Что ее вот держать в какой-то вот прям чистоте достаточно сложно. Нож заточен из коробки хорошо. Механика у него тоже отличная. Вот. О внутреннем устройстве мы поговорим чуть позже. В той части, где я буду нож разбирать. Для того, чтобы понимать получше габариты данного ножа, предлагаю сравнить его с другими известными ножами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Нож такой работяга для подстрогать, что-то даже может быть поковырять. Потому что несмотря на то, что кончик вроде бы здесь тоненький, то мяса здесь достаточно. Радует, что это сталь АУС-10 и она будет хорошо сопротивляться коррозии. Что если использовать нож по прямому назначению, вести с ним кораблятскую жизнь или там где-то с ним в море на рыбалках, то он вполне все это дело сдюжит, даже при наличии покрытия. Про покрытие я вам тоже сказал. Наверняка оно будет немножко подтираться. Давайте заглянем вовнутрь, чтобы изучить его внутряночку. Так, ну, значит, смотрите. Прикольное решение по клипсе. Вот так вкладываем, собираем. Соответственно, без разбора всего ножа поменять клипсу на противоположную сторону не сможем. Плюс, поскольку здесь восьмерка, вот вы неминуемо, когда крутите, тут оно, видите, как бы, где сделано отверстие и как сделано вот это вот место. Что вы неминуемо будете крутить вот так. Соответственно, несколько раз вы клипсу переставите и вот как у меня здесь, видите, да, уже блестит. У вас в этих местах будет обтираться до металла просто клипса. Потому что это просто обычная краска, этим сильно грешат фоксы-предаторы. У них прям с завода частенько все дело это уже покоцанное. Значит, смотрите, еще какой момент. Облегчено все классно, толстые лайнеры, все здорово, молодцы. Смотрите, клиночка, ну, вот тут все хорошо с клиночком, да. Тут аж, смотрите, целых две бонки. Хочешь вяжи за одну, хочешь вяжи за другую. Зачем сделали темлячное вот это, честно сказать, не знаю. Лишняя деталь, лишнее отверстие. Можно было вообще избавиться от него. Оно совершенно здесь не нужно, как мне кажется. Так, значит, здесь у нас все керамика. Это хорошо. Вот так вот у меня уже красочка внутри сделана. Хорошее облегчение. Тут вопросов нет. Так, однорядный керамический подшипник, стандартный. Это неплохо. Облегчение в клинке. Клинок жирный, поэтому мяса здесь сохранилось достаточно много. Знаете, что порадовало? Порадовало то, что вот здесь сняты фаски. И вот здесь везде сняты фаски. Я, по правде сказать, очень давно такого не видел. Обычно бросают просто вот ровное с острой гранью и все. И без никаких вариантов и вопросов. Так, что у нас по антипровороту? Все понятно. Антипроворот реализован как на Сививе. Вот здесь вот есть выпирающий такой путурчик. Здесь есть ответная под него часть. Там вы слышали, не слышали, у меня упал этот штифт темлячный. Что касаемо расположения штифта, то все хорошо, поскольку будет сохраняться треугольник. Он неподвижный здесь, здесь и здесь. Ну вот как бы такой вот треугольничек будет лучше. Это лучше, чем когда стоит вот здесь внизу. Вот что. Самый лучший вариант, когда здесь. Но здесь конструктив, к сожалению, не позволяет. Во всем остальном вообще вопросов никаких нет. Единственное, что такой толстый клин, достаточно толстые лайнеры и вот в принципе конструктив. Понятно, откуда вот такой вес. Что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге еще одну реализованную одним нажиманом свою хотелку выпустить свой нож. Хорош ли нож или плох, решает каждый из вас сам. Все его особенности я вам рассказал. Что мне очень понравилось? Мне очень понравилась реализация по тому, как крепится клипса. Единственное, что я бы немножко, конечно, вот с этими местами поработал. Для того, чтобы при откручивании у вас не, вот здесь вот краска не слизывалась. Клипса мне понравилось. То, как в принципе сложен нож. И несмотря на всю мою нелюбовь к варнклифам и шипсфутам, да. Этот мне вполне себе нравится. Очень понравилось, что мощная, хорошая, ухватистая рукоять. Что вот таким ножом можно смело что-то такое даже пожестить, построгать, там, поднарезать. Что для продуктов, конечно, возможно, да, не самый лучший вариант. Поскольку у него очень небольшая площадь разрезания. Поскольку есть плавник. И несмотря на то, что вы видите, рукоятка немножко, ну, как бы отогнута назад. Все равно резать вы будете вот таким вот маленьким кусочком. А вот именно в быту, как хозяйственно-бытовой помощник, я думаю, вполне себе отлично. Поэтому все моменты, которые меня вызывали вопросы. Это вот здесь и вот этот темлячный штифт. Я вам, в принципе, озвучил. Ко второму, ну, к остальному просто не прикопаться. Тут и разбирается все одной битой, облегчено внутри хорошо. И керамика везде в круг. Ну, и такой достаточно неплохой цветовой ассортимент. Поэтому вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно. Все ссылочки в описании. Всем спасибо. Пока.